Привет, просветители! Да-да, я знаю, вы прочитали названия и такие... Чего? Опять? Снова? Я искренне надеюсь, что этот просто неконтролируемый поток инициатив и нововведений рано или поздно закончится. Нет. Это, конечно, прикольно, что Министерство просвещения буквально каждую неделю меня контентом снабжает, но, может быть, пора уже и честь знать. Но, очевидно, не сегодня. Без долгих вступлений радостная информация для всех школьников страны. Ну, практически, начиная с шестого класса. Каждый четверг, по аналогии с разговорами о важном, школы должны в обязательном порядке включить в расписание новый предмет. Моя Россия, новые горизонты. МРНГ. Уже чувствуете, как разговоры о важном тут же стали такими родными и милыми. Что ж, попытаемся разобраться, что это за горизонты, почему они новые и с чем это все едят. I believe I can fly Прежде чем меня опять обвинят в вечном негативе, хотя все знают, что я-то на самом деле недельная доза позитива, я должен сказать, что на бумаге новый урок смотрится адекватно. На бумаге и частично. Иное дело, что разговоры о важном нам презентовали, как беседу на самые животрепещущие темы, волнующие каждого школьника. Кто такие скоморохи? Во что все это вылилось, вы и без меня знаете. Теперь каждый четверг школьники будут заниматься профориентацией. И в теории это действительно полезно. Потому что, во-первых, иногда даже одиннадцатиклассники не особо представляют, какие профессии существуют. Ну, блогер, президент, тиктокер опять же. А во-вторых, выбор профессии это на самом деле очень серьезный вопрос, который многих ставит в тупик. В смысле сидеть на шею мамы это не вариант. Ну, вы же сами здесь спросили, чем вы мечтаете заниматься после школы? Сначала вопросы научитесь составлять, а потом тест проводите. Сразу же, наверное, выскажу свои опасения, а потом пробежимся по программе. Первый вопрос, который приходит в голову, куда? Куда это впихнут? Ну, ответ-то мы знаем. В четверг. Так, но я продолжаю настаивать, что расписание все-таки не резиновое. Но вот кто-то там явно думает иначе. И простое закидывание учеников новыми предметами, это не особо эффективно и адекватно. Но на все возражения школьников, родителей и педагогической общественности у министерства есть один ответ. А это не урок, это внеурочная деятельность. А значит, в общую нагрузку эта активность не засчитывается. Но посещать эти не уроки все равно все обязаны. И стоят они в учебное время. Вот такой вот парадокс. Кравцова. Но, наверное, ты на них просто не устаешь, а энергией подпитываешься. И не беда, что ты либо придешь в школу раньше, либо уйдешь позже. Это внеурочка, какие вопросы? Да никаких. Второй момент. Якобы планируется много практики, посещение предприятий. Каких? В общем, все круто будет. Повторю вопрос из прошлого ролика. Это все планируется за 40 минут успеть? Ок. А в тех населенных пунктах, где из предприятий только киоск бабы Нюры, что на практических занятиях будут делать? Но, как говорится, все сами увидим. Буквально через пару месяцев. А пока давайте перейдем к тому, что уже известно. Подобные уроки помогут совместить потребности экономики, рассказать ребятам о наиболее значимых производствах страны и показать им красивый мир рабочих профессий. Значит, про учителей рассказывать не будут. Методические рекомендации Минпросвещения предусматривают три уровня реализации профминимума. Базовый, основной и продвинутый. Зависит это от ресурсов образовательной организации. При этом с сентября 2025 года базового уровня уже будет недостаточно для всех школ, указывается в документе. А что у нас через два года поменяется? Позвольте спросить. У деревенской школы ресурсы неожиданно появятся? Нет, ну тут Кравцов, конечно, недавно заявил Путину, что у нас нет никаких проблем с ремонтом школ. Так что, может и ресурсы найдутся, предприятия прямо через дорогу появятся. Что? Я просто оптимист. Я просто очень хорошо это скрываю. В основе профминимума лежит единое ядро с проектом «Билет в будущее», реализуемым по семи направлениям. Это внеурочная и урочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование и профобучение, а также создание профильных классов и взаимодействие с родителями. В общем, не волнуйтесь, одним четвергом дело не ограничится. Ну, для учителей как минимум. Ждем очередную пачку отчетов. Как следует из методических рекомендаций Минпросвещения, готовить школьников к выбору будущей профессии надо начинать с шестого класса. При этом в шестом-седьмом классах ученик должен определиться, какие предметы ему понадобятся в жизни в дальнейшем. В восьмом-девятом классах выбор дисциплины для профильного обучения, а в десятом-одиннадцатых классах подготовиться по ним к ЕГЭ. И вот именно для того, чтобы школьники хорошо подготовились к ЕГЭ, мы добавим им дополнительный урок, на котором их к ЕГЭ готовить не будут, но который заберет у них 45 минут. Звучит как очень хороший план. Ну, а если вернуться к рекомендациям, то тут тоже все замечательно. Слабо реализуемо, но замечательно. Мне вот, к примеру, в шестом классе история была жизненно необходима. Просто я у мамы археолог. Но опять же, может быть там будут какие-нибудь супер-бупер методики, которые помогут каждому определиться уже в шестом классе. Проблема в том, что проводить все это добро по ходу опять будут все те же классные руководители. Итак, ребята, интерактивной доски у нас в классе нет, поэтому все внимательно смотрим в мой ноутбук. Может быть что-нибудь и увидите. Погружаемся в красивый мир рабочих профессий. Кроме того, рекомендовано создавать в школах профильные предпрофессиональные классы. Для этого необходимо заключить партнерские соглашения с учебно-производственными комплексами, организациями высшего образования, компаниями-работодателями. Также партнерами могут быть объединение специалистов в разных сферах, кадровое агентство и негосударственные службы занятости и профориентации, объединение волонтеров и так далее. Простите мне мое недоверие, но в большинстве школ будет и так далее. Но я правда хочу ошибиться. Безусловно, когда методички станут достоянием общественности, мы обязательно их изучим в ролике или на стриме. Кстати, записи всех прямых эфиров, а также ранний доступ к видео и эксклюзивный контент можно найти на моей страничке Boosty. Но пока парламентская газета приводит пример только одного мероприятия для 8-11 классов. То есть опять себе скопом будут факты или вымысел. Чем еще в четверг с утреца в 11 классе заняться? Викторина! Автомобиль! Но у нас викторина. В современном мире насчитывается 15 тысяч профессий. Это правда? А угадайте самую востребованную профессию в 19-м году. Сколько IT-специалистов работает в России? А кто мне назовет количество музеев в нашей стране? А самый первый музей назывался как? Особенно последние два вопроса просто вот максимально помогут определиться с профессией. Очень важно. На урок профориентации об этом поговорить. Как назывался первый музей в России? А? Вот поэтому ты с профессией определиться и не можешь. Это все, конечно, очень интересная информация. И расширение кругозора это всегда плюс. Я таких вопросов еще пару сотен могу насочинять. Но для того, чтобы попасть в это светлое профессиональное будущее, нужно сначала экзамены хорошо сдать. А к ним бы неплохо подготовиться. И желательно в школе. И без репетитора. А еще от перенагрузки копыта не отбросить. Тоже весьма немаловажно. Ключевым направлением в данной работе должен стать индивидуальный подход к профессиональному воспитанию учащихся. Они должны не просто знать о тех профессиях и специальностях, которые существуют сегодня и востребованы на рынке труда, но и понять суть дела, которому посвятят свою жизнь. О каком индивидуальном подходе может идти речь, если в кабинете сидит 30 человек, а занятие проводит учитель, который сам не особо разбирается в том, о чем рассказывает. Потому что он просто тупо зачитывает все с методички. Он не специалист в профориентации. Или опять, курсы животворящие помогут. Важно в рамках уроков профориентации не забыть и про воспитание культуры труда, чтобы выпускник школы умел и любил трудиться, как выбранной им профессии, так и на благо общества, отметила депутат Скаковская. То есть еще и говорильни с красивыми сказками до самых краешков нальют. Понедельник разговоры о важном. Вторник семьеведения Танюши Буцкой. Не пугайтесь раньше времени, это пока еще только проект Государственной Думы. Четверг, Моя Россия, Новые Горизонты. И у нас еще остается среда, пятница и суббота. А, я же еще про труды от кравцов забыл. Глупая моя башка. А еще театр. Но он вроде как по желанию. Пока что. Вообще, конечно, круто, что кто-то реально думает, что это абсолютно нормально. Сначала отсидеть практически полный офисный рабочий день. Потом отправиться заниматься саморазвитием в кружках и секциях. Прийти домой и начать выполнять то, ну, домашки. Добросовестно. Найти время на работу с вариантами ЕГЭ. Потому что в задачи школы подготовка к экзамену не входит. И в итоге это приводит к двум моментам. Тотальному пофигизму. Потому что если я и так ничего уже не успеваю. Какая мне разница, сколько еще сверху добавили. И к посещению психотерапевта. Потому что весь этот поток максимально важной и обязательной информации бьет в первую очередь по тем ребятам, которые реально что-то делают. И, кстати, для кого-то профориентация одним уроком в неделю не ограничится. Профминимум это три уровня. Базовый уровень 40 часов за учебный год. Основной уровень 60 часов за учебный год. Продвинутый уровень 80 часов за учебный год. 80 часов в год. У нас химию в обычных классах столько не изучают. Окей, это продвинутый уровень. Но даже основной это 60 уроков. 60 уроков, Карл. На минуточку литературы в шестом классе 68 часов. Ну так, для сравнения. Следующий блок не для школьников, а для учителей. Коллеги, держитесь. Что школа должна успеть сделать до конца августа? Самоликвидироваться, очевидно. В блоге обучения про расписали все прям по пунктам. Разработать и утвердить календарный план профориентационных мероприятий. Как я и говорил, одним уроком все не ограничится. Мероприятие, график, планирование. Определить ответственного за реализацию профориентационной деятельности на уровне заместителя директора. Скорее всего это будет замдиректора по воспитательной работе. Похлопаем и посочувствуем. Запланировать экскурсии на производство, в СПО и вузы, профпробы, встречи с представителями разных профессий, мастер-классы. Бабнюр, твой выход. Заключить соглашение с предприятиями и организациями. Угу. Угу. Определить профильные предпрофессиональные классы в школе. Определить, что предмет технология, основной учебный предмет, направленный на профориентацию. Окей. Определили. К новому учебному году готовы. Включить в план внеурочной деятельности занятие, которое будет посвящено профориентации. Это занятие надо запланировать на четверг, по примеру разговора о важном. Запланировать информационное освещение и популяризацию программ подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с целью повышения привлекательности рабочих профессий среди школьников. Установить единые дни проведения родительских собраний в каждой школе в октябре и в апреле. Все еще рад, что я уже не работаю в школе. Оказывается, вовремя я с профориентацией определился. В общем, как-то так. Вот такие вот новые горизонты. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И если считаете, что это видео достойно большого количества просмотров, то поставьте лайк, это очень поможет. Не забывайте про мой телеграм, там интересны все новости образования, в том числе и про новые горизонты. Появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Я буду очень благодарен. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.